Сегодня принимают поздравления чувашские следователи. В Чебоксарах прошло торжественное собрание в честь второй годовщины со дня образования Следственного комитета. Минувший год, отметили здесь, был довольно непростым. Сейчас в составе республиканского управления работают шесть межрайонных и один городской отдел. Самые резонансные уголовные дела в республике распутывают более 130 человек, 60 следователей и 5 криминалистов. Только в прошлом году они расследовали свыше тысячи преступлений. В ведомстве считают, что год от года снижается количество убийств. В 2012-м зарегистрировано 80 случаев. Активные сотрудники комитета борются и с преступными группировками. За два года удалось пресечь деятельность шести ОПГ. Члены одной из них работали на так называемом «черном рынке жилья» и совершили более 200 преступлений. Сейчас следователи распутывают еще одно резонансное дело. Реальные сроки грозят членам преступного сообщества. Подобного расследования в Чувашине проводили никогда. Его лидер, криминальный авторитет, уже взят под стражу. Позревается совершение ряд других преступлений, в том числе организация незаконного игорного бизнеса. Это также дача взяток, вымогательство и ряд других. По уголовному делу в настоящее время имеется сведение о причастности к совершению преступлений в составе организованного преступного сообщества более 10 человек. Однако сейчас следователям проводится необходимая работа по выявлению других участников этого организованного преступного сообщества. В прошлом году следователи возбудили более 300 уголовных дел по фактам коррупции. Наказать только за получение взяток удалось сотрудников МВД и уголовной исполнительной системы судебных приставов. Минувший год был богатый на громкие дела. На скамью подсудимых попало несколько высокопоставленных чинов. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, хищении средств, воспрепятствовании деятельности предпринимателей. На собрании отметили и другие итоги. Несмотря на существование существенного увеличения нагрузки по расследованию уголовных дел и рассмотрение сообщений о преступлениях, связанных с отнесением к последствиям Следственного комитета уголовных дел в аналоговых преступлениях, преступлениях, связанных с рейдерскими захватами предприятий, тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и совершенных самими несовершеннолетними, И учитывая, что при этом штатная численность наших следователей, нашего управления осталась на прежнем уровне, количество направлений в суд уголовного дела за второй год нашего существования, нашей работы увеличилось на 10%. На сегодняшний день есть итоги, есть оценка Александра Ивановича Бастрыкина, работу в целом следственного управления. Она такая положительная. И наша задача совместно с вами, конечно, защищать конституционные права и свободы жителей Чувашской республики как граждан Российской Федерации. Лучшим из лучших вручили благодарности и государственные награды. Некоторым присвоили внеочередные звания. Вторую годовщину следователи комитета впервые отмечают в своей ведомственной форме. Она поступила в Чувашию несколько дней назад и тоже стала своеобразным подарком к празднику. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика.